В голове дубинкой Европейский Союз молчит. Говорят, как-то нехорошо. Коррупция не изведение. Не, ну, разные вещи. Но те рецепты, которые нам предлагают для борьбы с коррупцией, выясняются, нигде не работают. Выясняется, что они работают для свержения власти, но не работают для борьбы с коррупцией. И в течение времени последующих инвестиций. Частный сектор нигде себя не оправдал. Ибо и частный сектор порождает все самые дикие политические течения. Вот неолиберализм и коммунизм, это специально породили для России. Вы до сих пор не можете понять. Через коммунизм нас ослабили и рухнула страна. Сейчас навязывают неолиберализм. Самое страшное, что может быть для России, это укоренение неолиберализма. Но это же никто у нас не понимает. В школьных учебниках написано. Вот вы здесь раздаете нам право демократическое говорить, выступать. А тысячу километров от Москвы сидят узурпаторы, как называется, самодуры чиновники. Хакасия, глава республики. Он ничего не дал нам. Он запретил нашему представителю участвовать в выборах. Это что такое? Это что такое? В Москве еще какая-то демократия есть. А подальше от Москвы уже сидит. Суд подавайте. Да что толку суд-то? Когда суд ничего не сможет признать. Ибо что они сделали? Они не дают возможности получить подписи. А раз подписи нету, нет регистрации. Нет регистрации, нет участия. Под дурачка работает. Фамилия его Зимин Виктор Михайлович. Ему в тюрьме сидеть, а он идет на выбор. Дальше. У нас с вами день государственного флага. В среду будет. И мы должны отмечать наши родные праздники. Это второй праздник после 12 июня. И надеюсь, мы придем все ко входу в парк Сокольники в 12 часов. И отметим день государственного флага. Это очень важно. Теперь 1 сентября у нас все школьники и студенты пойдут учиться. Им учителя истории расскажут то, что мы сегодня здесь говорили. Нет. Но это Москву не путайте. Я говорю о стране. Чего вы упелись в Москву? В Москве будет в субботу, а во всей стране в понедельник. 1 сентября день знаний. 1 сентября в субботу день знаний. И вся страна пойдет в школы. А в Москве решили щудить. А для чего сделали? Отдохните, ребята, еще пару дней. Только пускай ваши бабушки и дедушки пролосуют за нужного кандидата. Вы это не поняли. Вы с пор не можете понять простых вещей. Поэтому я жду, что и в институте мировых цивилизаций со всей страны приедут абитуриенты, которых нигде не приняли. У них не хватает баллов. Вот всех воспримут здесь, в Москве, институт мировых цивилизаций. Всех. Никакие баллы не играют роли. Наконец. Наконец. Вот нам кажется, что вот сегодня это что-то произошло, да? Кстати, по поводу бюджета. Вы все неправильно толкуете. 717 миллиардов долларов – это на мороженое, на туалетную бумагу, на теплый душ. А на новое оружие всего 100 миллиардов. 133. 133. А если мы пересчитаем правильно соотношение курса доллара, реально, то мы, оказывается, тратим в два раза больше. И результат президент показал 1 марта. Вот посмотрите. Я заканчиваю. Только две фразы. Кальвин, известный деятель политический в Швейцарии. Всякая система, устроенная иначе, чем у нас, у них на Западе, достойна порицания и уничтожения. Вот и нас уничтожают. И второе – Гартман. Настоящий гуманист не может не желать ускорить вымирание диких народов. Вот варвары на Западе. Вот они все расписали 300, 400, 500 лет назад. 200, 100. Вот они все. И у нас находятся последователи. Которые за неоконов, за неолиберализм, за коммунистов. Святы несут тиранам на Красную площадь. Это разве не кощунство? Не позор? Давайте изучать хорошо нашу историю. Делать правильные выводы. Надеяться на лучшее. Но помнить, что наш бронепоезд стоит на запасном пути. Спасибо.